Хрустальные пузырьки Мари очутилась перед высокими хрустальными воротами. Она хотела было подумать, как следует о том, что же это за созвездие, и где она очутилась на сей раз, но мерцание хрустальных ворот завораживало ее, и она неспешно подходила к ним ближе и ближе. Ворота казались очень хрупкими, а их вершина была украшена драгоценными камнями разных оттенков, от сверкающего сапфира до пылающего рубина. Но самое удивительное, конечно же, пряталось за этими воротами. Мари поспешила отворить их и тут же ахнула. Кругом все сияло, сверкало и переливалось хрустально-бриллиантовыми оттенками, а в воздухе пахло сладкой ватой и корицей. Войдя в город, Мари ощутила спокойствие и умиротворение. Перед ней раскинулся поистине удивительный вид. Улицы города были усыпаны хрупкими хрустальными пузырьками. Мари была очарована. Каждый пузырик напоминал маленький мир, внутри которого виднелись волшебные сады, дома, причудливые изобретения и даже сами жители, похожие на буквы алфавита, с большими добрыми глазками на макушке. Они были настолько прекрасны и нежны, что казалось, будто они созданы из капеля к утренней росы. У каждой буковки был свой собственный пузырик, переливающийся различными цветами, подчеркивая особенность отдельного жителя и его уникальность. Мари шла по улицам этого удивительного созвездия, восхищаясь красотой и безопасностью хрустального города. Фигурка оригами, похожая на две соприкасающиеся ладони, порхала, как бабочка, садясь то на один пузырик, то на другой. Мари подумала о том, какие же хрупкие эти пузырьки, и заприметила, как буковки, живущие в них, держатся подаль друг от друга, наверное, чтобы сохранить безопасность своих хрупких домиков. Вот только как же они создают что-то общее, если каждая буковка живет в своем отдельном пузырьке? Подумала Мари и тут же решила расспросить об этом жителей поистине необычного хрустального созвездия. Простите, госпожа Ю. Что такое? Простите, что отвлекаю вас, многоуважаемая Ю. Но очень хочется узнать у вас, как же вы делаете что-то вместе, если каждый находится в своем отдельном хрустальном пузырьке. Иконка на плече Мари словно бы тоже подалась вперед, прислушиваясь к ответу госпожи Ю. Видишь ли, Мари, наши хрустальные пузыри – это символ безопасности. Внутри каждого пузырька мы создаем собственный мини-мир, где можно быть собой, раскрывать свои таланты и неповторимость. Однако наши хрустальные пузырьки – это не только безопасность, но и свобода быть собой без страха и сомнений. Каждый пузырек – это наша уникальность, дар и индивидуальность. И, конечно же, мы должны ее беречь и охранять собственным внутренним светом. Мари и иконка на ее плече немножко сконфузились. Девушка понимала, что быть самим собой – это тоже своего рода безопасность. Но жить и творить в хрупких хрустальных пузырьках, подобных вакууму, и не иметь возможности обменяться с другими буковками, чтобы создавать что-то еще более прекрасное – это все же проблема, над которой стоит всерьез подумать. Но как же сделать так, чтобы и помочь очаровательным буковкам объединиться, и все же сохранить их уникальность, безопасность и красоту пузырьков? Только Мари подумала об этом, как вдруг поднялся ветер, и сияющие облака начали стремительно тускнеть и темнеть. «Виктор!» – сказала с досадой Ю и поспешила перекатить свой пузырек под навес из скал. Кругом все жители созвездия то и дело кричали «Виктор! Это Виктор!» и незамедлительно прятались в укрытии. Мари совсем не понимала, что происходит, но, почувствовав всеобщее волнение, тоже поспешила за госпожой Ю в убежище. «Госпожа Ю, кто же такой этот Виктор?» «Не время, Мари! Закрой глаза и прижмись как можно крепче к скале! Нужно вот так посидеть здесь, пока все не уляжется до утра! А утром я все расскажу тебе!» Мари тут же последовала совету госпожи Ю, зажмурила глаза, прижала к себе иконку и постаралась поскорее уснуть, чтобы завтра с самого раннего утра непременно разузнать все-все о том, кто же такой этот Виктор и почему все буковки прячутся от него в укрытии. Субтитры сделал DimaTorzok